Черная полоса прервалась, крылья советов наконец-то справились с внутрикомандным кризисом и дали бой московскому локомотиву. Подопечные Игоря Осенькина начали встречу с запредельной мотивацией, быстро комбинировали и хорошо двигались по полю. Впрочем, соперник не отставал. На исходе первой половины встречи Дмитрий Цыпченко получил тонкую передачу отшитого и расстрелял ворота Лантратова с близкого расстояния. Галкипер оказался бессилен 1-0. С таким счетом команды ушли на перерыв. После серьезного разговора с тренером подопечные Михаила Галактионова вышли на поле и практически сразу восстановили равновесие. Гол на свой счет записал француз Вильсон Изидор. Арбитры проверили эпизод на повторе и положение вне игры не усмотрели. Команды имели еще несколько хороших моментов, чтобы выйти вперед, но сделать этого не удалось. После финального свистка на табло горели две единицы. Мы немножко избиты, изранены, но мы бьемся как можем. Мы играли на победу, мы хотели победить. Те люди, которые сейчас играют, достойны играть и, как по мне, никакой просадки нет. Все друг за друга бьются и все хорошо. Крылья Советов заполучили одну очко в матче с железнодорожниками, но все равно провалились в зону стыковых матчей. Воронежский факел опередил коллектив с берегов Волги. Исправить ситуацию самарцы смогут уже в это воскресенье. 21 мая они примут дома Урал из Екатеринбурга. Стартовый свисток прозвучит в 15.00. Мы всесторонне будем освещать эту встречу в наших социальных сетях. Анатолий Головко, Константин Головин. События.